Глава двадцать четвёртая. Успех. Дела в ателье шли хорошо, и Соня начала подыскивать помощницу. Заказов было много. Две её первые заказчицы Норки, соседки Полины, начали шить у Сони одежду постоянно. Девушки они были очень общительные, как они сами про себя говорили. Если мы посчитаем вечера, которые мы проводим дома, не наберётся и десяти за год на двоих. Вскоре у Сони шили платье множеством модных молодых девиц. Отказываться от заказов Соне не хотелось. Помощница нашлась, на удивление, быстро и близко. Ей стала племянница Бурундука Евсея, соседа-печатника, чей визит в вежливости стал благословением для влюблённой пары. Племянница Зоя проживала неподалёку. С детства мечтала научиться краить. Шить на машинке она умела. Скромная и молчаливая, Соня о лучшей помощнице и не мечтала. Кроме Зои, Соне помогали несколько паучих из старого города. Они плели кружева, превращая сшитые Соней платья в изысканные наряды, не уступающие самым дорогим моделям из дома мод, позволить себе которые могли только состоятельные горожанки и те, для которых одежда являлась смыслом жизни и заменялась счастье и семью. С приходом трудолюбивой Зои у Сони появилось чуть больше свободного времени. Хотя Соня и владела секретом управления временем и могла увеличить его в два раза, но работа и заботы по дому поглощали время быстрее любой магии. Став посвободнее, Соня начала думать о создании собственной коллекции платьев. У неё не было никаких желаний конкурировать с домом мод. Это была целая фабрика. У Сони, кроме двух лап и Зои, и шести пар лап двух паучьих помощниц, никого не было. Дело было не в желании заявить о себе. В Соне зрели идеи новых платьев, не похожих на те, что шили другие модельеры, или те, которые хотели её заказчицы. Она думала о необычной коллекции, сшить которую должна именно она. Платье с рисунками по мотивам картин из гарнитура волшебной мебели с котами. Фома идею одобрил. Даже не то слово. Он, как всегда, предугадал Сони на желание создать коллекцию собственных платьев. Прекрасна хвостая. В следующее лето ты оденешь горожан в платье с мистическими котами. Или я ошибаюсь? Фома, я такая трусиха, а я смогу? Я же не модельер. Я могу, конечно, придумать платье, чтобы толстая крольчиха казалась стройнее. А целая коллекция более 30 платьев, масса вышивки. Их надо нарисовать, подобрать ткани, кружева. У меня голова идёт кругом. И где я их покажу? И потом, если кому-нибудь магазину коллекция понравится, мне надо будет размещать заказ на отшив платьев на фабрике одежды. Следить за качеством. Как я справлюсь? Прекрасна хвостая. Ты волшебница, которая умеет исчезать и выращивать цветы из пепла. Ты можешь разместить заказ на фабрике. К тому же у тебя есть я. Я смогу договориться на заказе. Мы пригласим на него всех модниц города. Что ты теряешь? Что было неудивительно. Что было неудивительно. Ей иногда снился лес. Родители, тим, друзья и соседи. Любимые поляны и озеро. Но этот сон был из ряда тех, где её обучали. Сердце во время таких снов билось часто-часто. Сны были яркие и живые. Она шла по лесу вместе с Лёней. Лёня обнимал её за плечи и шептал что-то нежное на ухо. Было понятно, что они вместе. И что Соня не против быть с ним. Соня проснулась в недоумении. Даже разозлилась на себя. Как она могла? Лёню она будет помнить и любить всегда, как друга, с которым прошло детство. Не забудет их полудетский роман, как ей было больно, когда он не захотел переезжать с ней в большой город. Но сейчас она была совершенно счастлива. У неё был лучший жених на свете. Лучший друг, лучший возлюбленный. Её Фома. Она не стала больше ложиться спать. Тихонько спустилась и села за незаконченную вышивку на платье заказчицы. Постепенно её коллекция продвигалась вперёд. Она очень быстро нарисовала эскизы. Рисунки котов для вышивки и аппликаций были готовы за месяц. Оставалось сшить коллекцию. Соня летала от счастья. Она творит. Как настоящий большой мастер. Маленькая портниха из очарованного леса сумела нарисовать целую коллекцию платьев, ни на что не похожих с мистическими рисунками. Они с Фомой никому не расскажут, что стоит за этими платьями. Но энергия тайны она ощущалась. Даже Зоя, не знавшая о котах ничего, глядя на рисунки, качала головой и повторяла. Я не видела ничего подобного. Эти рисунки манят. Я забываю о времени, когда смотрю на них. Соня переполняла радость и ликование, пока не наступала ночь. Когда начиналась ее школа, Соня, как бы не была бы счастлива днем, засыпала в предвкушении невероятного. Почти каждая ночь была наполнена уроками магии и творчества. Не того, что звери обычно считают творчеством. Соню не учили рисовать или писать стихи. Ее учили изменять объект силой мысли. Погружать зверя в энергосон, который мог излечить тяжелую болезнь. Учили видеть то, что обычный зверь не видит. Серебристые нити, струившиеся с неба, были полны волшебства. Пока не началось то, что сначала Соня приняла за случайность, за игру ее памяти. Ей снился Леня. Они гуляли, разговаривали, посещали знакомых, иногда обедали, собирали травы. Соня шила, а Леня стоял рядом с бальбертом и рисовал. Леня снился ей каждую ночь. Каждый раз Соня надеялась, что это был последний раз. Думала, что это какая-то ошибка. То, что ей снился Леня вместо Фомы. Она любит Фому, живет с ним. Они почти не расстаются целыми днями. А ее ум играет с ней и превращает Фому в Леню. В глубине души Соня сама понимала нелепость объяснения. То, что она видела, не было ошибкой. Иногда Соня начинала спрашивать учителя по травам или кристаллам, почему ей снился Леня. Она же любит Фому, она его жена. Учитель молчал. Соня спрашивала у Лени. Леня лишь заметил. Мы вместе, Соня. Почему это тебя беспокоит? Наконец, Соня это надоело. Ей нужна была ее жизнь. Она была счастлива. И она не позволит дурацким снам разрушить ее покой. Тем более, когда она создает свою первую коллекцию. Самую важную. Показ коллекции решили устроить осенью. Сначала показ, а через месяц свадьбу. Чтобы успеть подготовиться. Коллекция была весенне-летняя. Если ее купят, у Сони останется часть осени и зима, чтобы отшить заказ. Она все успеет. А в свадебное путешествие они съездят весной. А если коллекцию не купят, то можно поехать сразу после свадьбы. Фома был уверен, что купят. Как и Зоя с Полиной. И еще несколько знакомых, которые видели несколько эскизов с рисунками котов. Коты всех завораживали. Соне было небезразлично, провалится она или нет. Но это и не было главным для нее. Она ощущала счастье, создавая свои платья. Весь процесс превращался для нее в волшебство. Вот она сидит, перед ней пустой лист. Что она нарисует? Какое платье попросится в мир? В голове нет мыслей. Тишина. Она ждет. Стараясь почувствовать что-то тонкое, что трепещет внутри ее. Постепенно она начинает чувствовать пустоту и пространство. Она вся дрожит и трепещет. У этой пустоты нет названия. Нет описания. Постепенно появляется внутренний аромат. Изнутри начинает нарастать. Соня ни за что бы не смогла сказать, что это за аромат. Такого аромата не существует. И вместе с тем он заполняет ее всю. А потом она начинает видеть мерцание. Как будто маленькие светлячки мигают перед глазами. Они неуловимы. Они вспыхивают искоркой и сразу гаснут. И сквозь это сверкание начинает проявляться проблеск идеи. Часть рисунка для вышивки. Пасон рукава, элемент кружева. Соня берет карандаш и рисунок проявляется. Как будто Соня ловит часть платья и за нитку вытягивает его на свет. На лист бумаги перед собой. Эта нить тянется не из сердца, не из головы, а из волшебной пустоты, которая везде, которой нет. И вместе с тем, кроме нее нет ничего. И она живая. Так на ватмане появляется рисунок готового платья. Этот процесс доставлял Сонине особенное удовольствие. Это было лучше, чем самый вкусный торт. И даже захватывающая книга. Больше, пожалуй, она любила только быть с Фомой и слушать его сказки. Но ей не нужно было выбирать. У нее был Фома, и она может создавать платья. А сны Алене, они когда-нибудь закончатся. Она просто не будет о них думать. Хватит того, что она просыпается расстроенная. Не может рассказать все свои сны Фоме, как делала раньше. Коллекция была сшита. Показ назначен на 1 октября. А 20 сентября должно было стать праздником для Фомы. У него вышла первая книга сказок. Он уже до середины дописал вторую. Но издать книгу – это как шить платье. Рисунок платья родился давным-давно. Но сказки были написаны несколько месяцев назад. Но собрать их в одну книгу, подождать, пока художник нарисует иллюстрации, и только потом печатник приступит к выпуску листов, переплетчик изготовит обложку, чтобы, наконец, можно было взять в лапы готовую книгу. 20 сентября Фома вместе со своим издателем устраивал встречу с будущими читателями в самой большой библиотеке города. Фому знали многие журналисты, любили его самого и его фотографии, обещали прийти многие из прессы и звери, которые любили сказки. Новый сказочник – это же очень интересно. После презентации, конечно, выйдут статьи, и когда книга поступит в магазины, ее уже будут ждать нетерпеливые читатели. Для Сони успех Фомы был очень важен, важнее, чем собственный. Она – маленькая портниха из зачарованного леса. Ее коллекция – детская мечта, волею судьбы ставшая явью. А Фома – серьезный фотограф. Его знали в мире искусства. У него уже были книги с фотографиями. Его сказки обязательно должны были быть не хуже. Соня была уверена, что они самые лучшие. Разве ее не затапливало ощущение счастья, когда она слушала, когда он читал ей свою новую сказку, а она вышивала или сметывала платье, или просто лежала на диванчике в их беседке с драконом, положив голову ему на колени, глядя сквозь ресницы, как он читал, переворачивая страницы, бросая на нее взгляд полный такого обожания, что она таяла. Если она просила его почитать отрывок его сказки за завтраком, потом в течение дня ей казалось, что в ней живет сказка. Она звучала в ней. У нее в голове всплывали слова и фразы из сказки. Ей подмигивали герои сказки. Такие дни у Сони мелькала мысль обельченая. Конечно, они подумают о детях после свадьбы. Сейчас у них столько всего происходит, а для ребенка нужно время. Она представляла, как Фома будет счастлив, когда она скажет ему, что хочет бельчонка. Он замрет, опустит лапы, задержит дыхание, потом посмотрит на нее с такой нежностью, что у нее растает сердце. Моя прекрасно хвостая, моя сладкая, «Ты уверена?» Соня улыбалась. Какой же она была глупой, что сначала решила отложить отношения и ждать до осени. Она прожила за эти месяцы целую жизнь, и с ней ничего не могло сравниться. Его сказки полюбят, Соня это знала. Сказки со сказочной улицы, записанные ее Фомой, говорившим с драконом, получившим от него опыт, после которого жизнь не бывает прежней, как Соня не могла стать прежней после того, как ее школа началась. И неважно, станет она хранительницей или нет, что бы это ни значило. Соня развернула в кабинете на втором этаже целый штаб по подготовке к двум датам. На столе вырезали из картона и раскрашивали героев сказок для украшения библиотеки. На подоконнике развернулась операция по завоеванию мира моды большого города. Главнокомандующим штаба была Соня. Фома отвечала за внешние связи, договаривался с арендой помещения для Сони. Для показа они выбрали пустующий особняк путешествующего аристократа, которому Фома в юности оказал услугу. Дело было в Африке, где Фома фотографировал природу местного заповедника, а аристократ приехал участвовать в соревнованиях на воздушных шарах. Его шар потерпел крушение. К счастью, пилот оказался жив, только сломал ногу, но местность, куда упал шар, была пустынной. Фома наткнулся на беднягу, подобрал, довез до врача. Пока вез, они разговорились. Впоследствии стали общаться в редкие приезды состоятельного белка-путешественника в большой город. Богач с радостью одолжил свой огромный дом для показа мод для невесты Фомы. В доме был огромный зал для танцев, в котором помещались до ста пар вальсирующих одновременно зверей. В этом зале и решили устроить показ. Украшением зала служил расписной потолок. Вокруг восьми хрустальных люстр, свисающих с потолка, танцевали коты в старинных нарядах. Фоме доводилось несколько раз бывать в доме у знакомого, а зал он даже фотографировал для одного журнала по старинной архитектуре. Потолок с котами фата помнил прекрасно. Он сразу подумал, что показ Сониной коллекции должен проходить именно в том танцевальном зале. Лучше было не придумать. Когда Соня увидела зал, она даже испугалась. Такого совпадения быть не могло. Подиум заказали в столярной мастерской. Столлер согласился выполнить заказ, а после показа разобрать подиум и выкупить материалы обратно. Столики с креслами для гостей нашлись в сарае летнего сада хозяина особняка. Он любил устраивать музыкальные вечера в саду. Столиков для гостей хватало с избытком. К столикам были даже скатерти с вышитыми цветами анютиных глазок. О посуде для напитков и легкой закуски и говорить не приходилось. Соне пришлось даже выбирать. Она выбрала стаканы и блюдца из цветного стекла бело-голубовато-розового цвета. Стекло переливалось разными оттенками, напоминало камень опал. Соня нашла несколько цветочных фаз того же стекла. Для ее вечера все было готово. Приглашение напечатал сосед Евсей со сказочными героями для Фомы и с загадочными котами в карнавальных масках для вечера Сони. Подписывая приглашение и раскладывая в конверты, Соня думала, что пройдет совсем немного времени и она будет раскладывать в конверты приглашение на их с Фомой свадьбу. Была еще одна радостная новость. Через неделю после показа большой город обещал приехать Тим. Вот по кому она соскучилась, сил нет как. Мама с папой обещали приехать накануне свадьбы вместе с Кирой и Волком Димой. Мама написала, что про бабушку Серафима ничего не сказала, но мама была уверена, что она приедет или прилетит на своем вороне. Еще Соня думала о том, какой замечательный подарок она нашла для Фомы. Она зашла в одну антикварную лавку почти случайно. Ей показалось, что в витрине выставлена интересная вышивка, но когда старик антиквар достал ее из витрины, вышивка оказалась не такой уж красивой. Соня решила оглядеться. Прошлась по лавке, ее взгляд ни на чем не задержался. Выхухоль антиквар стоял за прилавком, улыбался, глядя на Соню. Что вас привлекает в жизни, очаровательная девушка? Цветы? Старинные куклы? Кружевы? Драконы, призналась Соня. Ого! Драконы? Драконы кого угодно умеют привлечь на свою сторону. У меня есть одна редкая вещь. Парные браслеты. Старые. Этот мастер был знаменит лет двести назад. Он даже работал придворным ювелиром одно время, а потом увлекся алхимией, стал мистиком. Плохо кончил, так говорят в таких случаях. Почему плохо? Знаете ли, из придворных ювелиров, когда прикасался к ручкам самых прекрасных дам страны, заходил в дома вершителей судеб мира сего, все выбросил, удалился в свою деревеньку, заперся в доме, искал неизвестно что, ставил опыты. Тоже увлекался драконами. Говорят, что эти браслеты принадлежали то ли ему самому, то ли его жене. После его смерти хранились в его семье. Я давным и давно их выкупил у его внучатого правнучка. У того совсем другие интересы в жизни. Сейчас я вам их покажу. Я их в витрину никогда не выставлял, ждал, когда за ними придут. Такая вещь, знаете ли, непростая. И мне кажется, я дождался. Удивительно, что пришла такая юная особа, но с драконами никогда не знаешь заранее. Выхухоль позднялся на второй этаж и вскоре вернулся с коробкой темно-синего бархата. В коробке лежали два браслета в виде дракона с красными рубинами вместо глаз. Это были браслеты для нее и Фомы. Соня поняла это сразу же. О цене договорились. Соня решила подарить Фоме браслет утром в день его презентации книги и носить свой браслет с того же дня. Лучшего подарка было не найти. Браслет Соня завернула в салфетку и положила рядом с тарелкой с розовыми блинчиками, такими же, как они ели на завтрак за столиком в бассейне в день знакомства. Пока Соня на кухне заваривала чай, Фома развернул салфетку и прибежал с сияющими глазами и распахнутыми для объятий лапами. Где ты нашла такое чудо? Такой браслет должен быть на твоей лапке, дорогая. А он и есть, милый, они парные. Их сделал один мистик, бывший королевский ювелир. А потом браслеты долго-долго лежали и ждали, когда мы за ними придем. И блинчики, и браслет. Я уже самый счастливый. Зачем нам еще куда-то идти сегодня? Да не шути так. Я себе специально шила платье для сегодняшнего вечера. Красивое. Тогда идем. Платье это серьезно. Это очень серьезно, дураблей влюбленный. Пойдем есть наши розовые блинчики. Платье на Соне было сиреневое, без рукавов, но длинное, с пышной оборкой по подолу, с аппликацией, верным котом на левом плече. Очень эффектная. С сияющими от любви глазами и своим роскошным хвостом она выглядела настоящей красавицей из сказки. Фома улыбался и шутил, приветствовал гостей. Их с Сони то и дело просили встать рядом для фотографии. Только что отпечатанные стопки книг выселись на столах, там и тут. Многие гости покупали книгу и подходили к автору за автографом. А когда Фома читал свои книги, стояла такая тишина, что Соня даже на какое-то мгновение испугалась. Но как же все хлопали после, как обнимали и поздравляли Фому. К нему подходили известные журналисты, несколько писателей большого города, хорошие знакомые. Все были под впечатлением. Его сказки затягивали в себя и не отпускали. Да такова была их магия. Магия таланта Фомы, сумевшего открыть свой дар, найти дорогу в своем внутреннем мире в деревню сказок. Уже дома, в кругу самых близких друзей, Фома признался, что волновался. Я знал, что мне нужно писать эти сказки, но понравятся ли они читателям, этого я не знал. На утро вышли хвалебные рецензии в газетах, и в тот же день книга начала продаваться в магазинах по всей стране. Фома только посмеивался над шутками друзей. Не станет ли задаваться известный фотограф, когда станет по-настоящему знаменитым писателем? Он поглаживал лапой свой браслет и светился счастьем. Накануне показок Соня в ателье заглянула ее знакомая мастерица из дома моделей, учившая Соню вышивать крючком. Сонечка, у нас утром говорили, что ты устраиваешь сегодня показ своей коллекции. Многие не верят. Как? Совсем девочка, только что приехала в город, мастер с маленьким ателье и показ в особняке знаменитого богача. Но я знаю, какая ты талантливая. Я ожидавала тебе пару уроков и видела твою работу. Ты меня научила вышивать крючком, и уроков было вовсе не пара. Ты хочешь прийти на показ? Я думала настоящим мастерам из дома мод. Это не будет интересно. Что ты, Соня? Очень интересно. И мне, и нашему главному модельеру-попугаю Анатасу. Конечно, я сейчас выпишу пару пригласительных билетов на ваши имена и дам тебе два пустых. Пригласи, кого захочешь. Я распоряжусь поставить дополнительный столик на четверых. Зал такой большой, все поместятся. Соня, ты ангел. Я рассчитывала, что ты меня пригласишь, но четырех пригласительных – это безрассудная щедрость. А ты не боишься, что мои платья не понравятся? Я волнуюсь немного, как пройдет вечер. Мне хочется, чтобы гости получили удовольствие. Будет небольшой сюрприз – вкусные пирожки, фрукты и красивая музыка. Я надеюсь, что если мои платья не понравятся, гости смогут посидеть в красивом зале и послушать музыку. Но нет, я не боюсь. Если бы я была знаменитым модельером, я волновалась бы больше. Но меня никто не знает. У моего ателье несколько десятков заказчиц. Это моя первая коллекция. От меня ничего не ждут, кроме приятного вечера. Да, ты права. Падать тяжело с вершины. Но я уверена, конечно, что твои платья понравятся. То, что о тебе узнал сам Анатас, это уже признание в мире моды. Не представляю, кто ему сообщил. И спасибо, дорогая. Побегу, обрадую свою напарницу и вручу пригласительные Анатасу. Возможно, он приедет с другом. Он всегда вечерами ходит вместе с ним. Особняк, где Суня устраивала показ, стоял на берегу реки. Рядом был причал. Некоторые гости приплыли на лодках и катерах. Особняк был один из тех великолепных дворцов с посветкой, которыми любовались Соня и Фома с катера в ночь, когда Соня решила ответить согласием стать невестой Фомы. Соня стояла при входе в большую залу в коралловом платье с вышивкой, на которой один кот в длинном одеянии держал высоко поднятую лапу с крылатым жезлом, а двое других, сложив лапы в знак приветствия ладошками к друг другу, смотрели на жезл и что-то ждали. Платье было достойным дворца, длинное в пол, с развивающимися рукавами. В зале играла тихая музыка. Соня попросила музыкантов играть сегодня вальсы, только когда пойдут модели, музыка должна быть более строгая и торжественная. Соня знала, кого она рисовала и вышивала, кому была посвящена ее коллекция. Это были не сильные миры всего, по выражению антиквара, продавшего Соне пару браслетов. Эти коты были сильные высшего мира. Те, кто действительно творят миры и вершат судьбы. Как позже Соне сказали, Анатас приехал со своим другом, тоже попугаем, на личной яхте в числе последних гостей, оба затянутые в черные узкие костюмы, они вошли в зал, когда свет уже был приглушен, и гости заняли места за своими столиками. Зазвучала старинная мелодия. Луч прожектора светил подиум, из-за бортового занавеса появилась первая модель. Зал замер. Модели шли одна за другой. Платья были в разных цветов и фасонов, но все очень торжественные, а цвета очень яркие и чистые. Зеленый, красный, фиолетовый, золотой, оранжевый, синий и, наконец, белый. На всех платьях мерцали золотом и бисером вышивки котов. На некоторых вышивках коты, казалось, занимались самыми обычными делами, например, танцевали, но присмотревшись, зрители понимали, что это не простой танец. Позы были сакральные, а лица котов возвышенными. Кто эти коты, было неизвестно, но то, что важнее них никого не было, было очевидно, как и то, что от них невозможно оторвать глаз. Казалось, они сама любовь. Это был триумф. Зал хлопал так, будто это был не показ мод, а театральное действие, потрясшее зрителей своей силой и искренностью. Соню с Фомой снова фотографировали, когда к Соне подбежала взволнованная мастерица-вышивальщица. Я даже понятия не имела, какая ты талантливая, дорогая, никогда не видела таких платьев. Поздравляю, милая, спасибо тебе за твои платья, они великолепны. Тебя ждет слава большого модельера, поверь мне. Она быстро попрощалась и убежала. Редактор субтитров А.Семкин